Внезапная слабость, головокружение, головная боль, потемнение в глазах, шум в ушах, затруднение дыхания, тяжесть в области сердца или за грудиной. Первые звоночки по поводу того, что пора измерить свое артериальное давление. И не важно, что в целом вы здоровы, как бык. И не важно, что совсем недавно проходили медицинское обследование. Сердце не обманешь. Вообще, в принципе, человеку свойственно давление, нормальное для него, где-то порядка 120 миллиметров ртутного столба на 80, ну плюс-минус 10 единиц. Все, что выше этой цифры, должно уже быть интерпретировано как повышение артериального давления и требует дообследования. Одно из самых распространенных нарушений регуляции артериального давления – гипертония, впоследствии инфаркт миокарда и инсульт. Если мы меряем давление, и давление у нас на левой и правой руках будет разное, то тут тоже надо задаться вопросом и обратиться к врачу для дообследования и выявления причин. Разница в 10 единиц и более говорит о повышенном риске заболеваний сердечно-сосудистой системы и даже смерти от них или об уже имеющейся патологии. Чтобы держать руку на пульсе, во всех смыслах слова, специалисты рекомендуют приобрести электронный тонометр. К примеру, такой вариант, одевающийся на запястье, удобен в эксплуатации и не занимает много места. К тому же подойдет для людей любой комплекции. Максимально точный показатель давления будет, конечно же, на плече, но для удобства пациентов можно, конечно, измерять и на предплечии. Если человек полный и мы не можем, например, подобрать манжету конкретно для его руки, то можно измерить на предплечии. В некоторых случаях можно применить подход такой, как измерение на нижних конечностях. При измерении артериального давления необходимо, чтобы запястья с прибором находились на уровне сердца или чуть выше. Тогда вы получите наиболее точные цифры. За пять минут до измерения нужно обеспечить себе состояние полного покоя. За час до планового измерения нельзя употреблять алкоголь, напитки, содержащие кофеин, это чай, колу или кофе, а также курить. К слову, если у вас есть проблемы с сердцем, то весь вышеперечисленный список нужно вообще навсегда исключить из вашей жизни. Здоровье для!